МАРОДЕР 120 ГИГАБАЙТ Новости, которые вам нахуй не нужны, но они нужны мне. Потому что давно не новость, что Ютуб ебёт каналы стримеров, если они не выпускают видео. Поэтому всё, что мне остаётся, это высасывать контент из задницы. К тому же вам самим понравился подобный формат в последнем подкасте. Если у вас есть какие-то интересные новости, мнения о которых вы хотели бы увидеть в подобных видео, пришлите мне их, пожалуйста, либо в личные сообщения группы ВК, либо в Дискорд-канале. А мы, наконец, начинаем. Итак, первая новость, которая подожгла жопой многим натуральным геймерам. Гномка Хроми из World of Warcraft оказалась драконом-трансгендером. На прошлой неделе Близзард выпустила World of Warcraft Folks and Fairy Tales. Сборник рассказов по вселенной World of Warcraft. И одна из опубликованных историй раскрыла тайную личность гномики по имени Хроми, которая является смертным воплощением бронзового дракона Хронорму. Как оказалось, до того, как Хронорму выбрал себе смертную форму, он был драконом мужского пола. Однако после церемонии его пол в обоих воплощениях сменился на женский. Так что да, Хронорму — это дракон-трансгендер. 2021 год, и это те герои, которых мы заслуживаем. Хочу спросить по этому поводу нашего эксперта, мародёра 120 гигабайт. Мародёр, что вы думаете по этому поводу? В отличие от придурков в пиджаке, я буду реально выражать здесь свои мысли по поводу всех этих новостей великолепных. Ну и что я могу сказать? Blizzard идёт по пути крупных компаний. Они как бы следуют трендам, да. Вспоминаем там гендерфильд какой-нибудь, то, что делали Electronic Arts. Конечно же, нам будут намекать на то, что этот гей, тот трансгендер, чтобы подлезать. Всем, если честно, я не очень понимаю смысл такого тренда, потому что в любом случае люди, которые действительно обижаются на подобное, обижаются, что вот у вас там мало геев, у вас там мало чёрных, они в любом случае будут обижаться. Это такая группа людей, которые всегда найдут к чему доебаться и поныть в Твиттере о том, как всё ху**ово, как их притесняют и так далее, и так далее, и так далее. Я вот не понимаю, почему так мало жирных в играх, потому что я жирный, между прочим, меня притесняют. Скоро сука в суд на них всех буду подавать. Вредятие, конечно, страшное, но куда деваться в таком мире мы живём. Я надеюсь, что рано или поздно этот тренд просто пройдёт, закончится, и разработчики и издатели перестанут набрасывать вот эту х**ню абсолютно лицемерную, в которую, по-хорошему, никто не верит, никому она нафиг не нужна. Я ни в коем случае не осуждаю, опять же, какие-то там меньшинства, потому что я абсолютно толерантный человек. Захочет себе человек отрезать пипиську, пусть отрезает, мне-то что? И, конечно же, я против того, чтобы вот чемурить и говорить, что, фу, ты пипиську себе отрезал, ты чё, тёлка, что ли? А-а-а, ты ж мужиком родился, х**бал. Это тоже очень быдляцкая точка зрения. Ну зачем? Это просто нужно, я не понимаю, если честно. Спасибо большое за ваше великолепное экспертное мнение, которое нафигу никому не надо. Следующая новость поразила меня в самое сердце. Black Mesa использовали шипки по ягодицам для создания звуков шагов по плоти. Композитор и звукорежиссёр проекта Джоэль Нильсон рассказал, что до создания Black Mesa ранее не имел опыта работы со звуками в играх. Звук шагов по плоти – это лёгкий шлепок, открытый ладонью по мокрой заднице. Пусть ваше воображение дополнит все пробелы, но я хочу поблагодарить свою жену Калу за помощь в работе над проектом, рассказал нам Нильсон. Теперь каждый раз, когда вы делаете шаг в этом великолепном ремейке первой части Half-Life, помните, это удар по заднице жены звукорежиссёра. Вот это настоящий креативный подход к своему делу. Мне сразу захотелось уволиться и устроиться на подобную работу и помогать в озвучке этому прекрасному человеку. Девушки, если кто-то захочет поучаствовать в озвучке моих прекрасных роликов, добро пожаловать. Пишите. Ну и, конечно, не обойдётся без мнения нашего эксперта Мародёра 120 Гигабайт. Мародёр, что вы думаете по этому поводу? Вот этому чуваку респекты жёсткие. Почему? Потому что он не побоялся признаться открыто, что шлёпает свою жену по заднице. Причём делает это в профессиональных целях. Большое спасибо за то, что теперь я буду представлять себе, что я, делая каждый шаг, хлопаю его жену по заднице. Надо, кстати, пройти дальше уже нам с вами блокмесса. Чё-то подвисло у нас прохождение, мы там на самом конце, надо бы закончить. А так я видел, что многие, если честно, из***аются, чтобы что-то там озвучить. Это касается не только игр, это касается и мультфильмов каких-нибудь, да, и просто роликов. Хотя тут подход прям великолепный. Почему нельзя было хлопать себя по пузу, например, для того же? Надо обязательно было хлопнуть по жопе. Видишь, молодец человек. Нашёл законный способ отпустить свою жену по заднице, в принципе, в благих целях. Ваше мнение никогда не будет записано в аналах истории. А мы переходим к следующей новости. У Epic Games новый эксклюзив. Если вы думаете, это какая-то игра, которая не выйдет Steam, вы ошибаетесь. В этот раз Epic Games присвоила себе слово Unreal. Epic Games подала в суд на компанию Unreal, потому что её название похоже на Unreal. Если кто не знает, Unreal — это китайский производитель очков дополненной реальности. А Unreal Engine — это движок Epic Games. Как утверждают сами эпики, не случайно Unreal назвала свои очки Unreal Lite, так же как ведущий в индустрии движок для создания иммерсивного и интерактивного трёхмерного контента. Это они намекают на свой движок Unreal. На сайте Unreal в разделе для разработчиков Unreal Engine от Epic указан как одна из трёх платформ для создания контента для очков Unreal. Unreal хорошо знала и знает об Epic, её торговой марке Unreal. Unreal не просто продаёт очки, она уже выпустила игру Unreal Tower, которую поддерживают эти очки. Unreal наживается на ассоциациях с Epic, вызывая путаницу и действуя грубым пренебрежением и приоритетными правами Epic. Ну что ж, отличная политика. Я предлагаю подать компании Epic в суд на группу Ильнина, у которых есть песни, которые они посмели назвать точно так же. А также, надеюсь, Эпики скоро запатентуют другие слова английского языка, чтобы подавать в суд на всех подряд. Ведь именно такой подход к бизнесу мы заслужили. Мародёр 120 гигабайт, у вас есть что добавить по этому поводу? И вот после этой новости вы мне будете говорить, что Эпик Геймс такие хорошие, молодцы, они борются с Габеном, там вот этим монополистом, 30% он себе там залупил, забирает в стиме, а сами подают в суд вообще, на кого не попыть. Там суть с Apple, суть с этими Unreal несчастными китайцами, которые, в принципе, даже если у них что-то с***ли, всё равно их пошлют, скорее всего, нахуй. Может быть, Tencent занесёт просто баблишки, и Epic скажет, ну завалите вы же, ебучь, на тебе, блядь, не трожь ты моих китайцев замечательных, пусть живут, пусть творят. Все подают друг на друга в суд, зачем? Неужели вот им не впадло, сука, судиться с этими китайцами, что они там очки все продают, которые называются как-то похожи? Это же чушь. Сразу видно, что компания не особо-то хочет заниматься творчеством, и главное для неё это деньги. Поэтому, когда вы думаете, что Epic о вас заботится, вы, скорее всего, не правы, они просто хотят ваши деньги. Раздавая бесплатные игры у себя, они просто хотят привлечь новый трафик на свою платформу, который не может составить прямую конкуренцию с Тиму. Я, конечно же, говорю про Epic Launcher. Там не хватает кучи функций, все это прекрасно знают. У меня он стоит, не думайте, что я из текста. Ой, фу, Epic! Я даже там несколько игр купил, потому что они были эксклюзивными, а мне очень сильно хотелось с них играть. Однако, в целом, подобную политику эксклюзивов я не одобряю. Я прекрасно понимаю, что они хотят бабла, я прекрасно понимаю, что они не думают о вас, и те дурачки, которые там, о, такие Epic, там, молодцы. Да, они классно, что сделали Unreal Engine. Да, Fortnite даже неплохая игра в целом, хотя рот ее ебал, и она не для меня совершенно. Но не надо вот розовые очки носить и строить иллюзии, что Epic о вас заботится, вас любит, игры вам раздают, и смотрите, какие хорошие, с габеном борются, и вот они все просто за нас, за геймеров. Они просто хотят ваши бабки, которые вы сейчас даете Стиму, они хотят, чтобы вы давали их им. Вот и все. Спасибо. Всем насрать. Следующая новость для фанатов Nintendo. Для Nintendo Switch анонсировали калькулятор, который будет продаваться в магазине за 809 рублей. В списке товаров Nintendo и Shop добавили приложение «Калькулятор». Для консоли Switch он будет стоить 9 баксов в мире и 809 рублей в Россию. Релиз приложения состоится 12 мая, то есть уже состоялся, и счастливые обладатели Nintendo Switch наконец-то смогут сложить 2 плюс 2 на своих великолепных консолях. Программа представляет собой инженерный калькулятор со стандартными математическими функциями. Интересно, будет ли Дилси для того, чтобы посчитать корень или разделить. На многих онлайн-сервисах, а также Google Play и App Store, можно найти бесплатные аналоги, подсказывают нам. Но будет ли заниматься этим настоящий фанат Nintendo? Конечно же нет. Намного приятнее на своей маленькой Switch посчитать, сколько будет 1 Зельда плюс 1 Зельда. Многие уже нарекли Nintendo, BMW в мире игр. Ваш покорный слуга добавить тут ничего не может. Зато мы спросим мнение эксперта. Мародёра 120 гигабайт, как это ни странно. Мародёр, чё ты думаешь по этому поводу? Я вот, если честно, у кого-то есть Nintendo Switch, я до сих пор не верю, что это правда. Можете мне написать в комментариях, если у вас есть Nintendo, появился ли там реально калькулятор за эти деньги. Кому пришло в голову продавать калькулятор на консоли игровой? Во-первых, зачем он там нужен? Во-вторых, кто за него будет платить, сука? У всех есть телефон, даже с самой страны. Кнопочный телефон, там есть калькулятор. Настолько они хотят денег, что уже это просто доходит до абсурда, и они творят какую-то полнейшую дичь, какую-то полную х**ту, которая, ну, непонятно вообще зачем. Неужели они не думают об имидже своём? Опять же, не хочу ничего сказать конкретно про компанию. Отличные игры делают. Zelda — великолепная игра. Один из лучших релизов вообще, который был в мире. Но почему компания не думает о своём имидже и творит вот такую вот дичь? Я не знаю. У меня тут вообще слов нету никаких. Я его не слушал. Следующая новость. И снова новость про Nintendo. Великолепную компанию, которая любит своих фанатов и заботится о них. Глава Nintendo прилетел в Венесуэлу, чтобы вручить 9-летнему мальчику штраф на 200 миллионов долларов. Тут сразу видно щедрость и любовь к своим фанатам. Ведь глава Nintendo заплатил за авиабилеты, дабы лично вручить этот иск. В чём же тут суть? Всё очень просто. В Венесуэле жил маленький мальчик по имени Пака Гутиерес. Его семья, конечно же, была бедной. Это же Венесуэла. Молец был ярым фанатом Nintendo и всегда хотел себе их консоль. Конечно же, не мог себе её позволить. И вот в один день вместе со своим родным дядей он собрал собственную игру про Марио из одного лишь картона. После этого они выложили видео в интернет на YouTube. Там его и заметил президент корпорации Nintendo Даг Баузер. Естественно, увидев такую любовь к продуктам Nintendo и игре Марио, господин Даг Баузер растрогался, взял самолёт, вылетел в Венесуэлу для того, чтобы лично вручить мальчику и его дяде и семье судебный иск с требованием выплатить 200 миллионов долларов за множество нарушений авторских прав. Спасибо большой корпорации Nintendo, что ставят на место малолетних ублюдков-геймеров, которые думают, что если у них нет денег, они могут рисовать себе Марио. Что они вообще себе позволяют? Молец, ты можешь незаконно мигрировать в США, начать зарабатывать там деньги, наконец, и купить себе этот н***чий Nintendo Switch. Не забудь ещё игры к нему купить, пожалуйста. Бородёр, есть что добавить по этому поводу? Есть что, ребята, не волнуйтесь, это новость про Nintendo. Фейк, который на Reddit какие-то ребята сделали. Видос реально такой с этим мальчиком был, но Nintendo ни на кого в суд не подавала, никто туда не прилетал. Это выдуманная история полностью, даже имя мальчика, по-моему, заменили. Порталы эту новость запостили, но это чушь и бред. Хотя, на самом деле, учитывая вот предыдущую новость, я бы совершенно не удивился, если бы это было правдой. Хотя, мне кажется, что этот маленький п***юк бы, ну, никогда бы в жизни не смог бы выплатить такую сумму Nintendo. Но удивлением у меня бы это, правда, не вызвало, потому что Nintendo продаёт калькулятор, сука, за 9 баксов на своей игровой консоли. Опять я добавлю, ничего против Nintendo я не имею. Большой вклад они сделали в индустрию видеоигр, в развитие этой индустрии, за что им огромное спасибо. Но когда компании разрастаются, у них как будто вот, ну, крыша едет. Знаешь, вот когда человек становится богатым, богаче, 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 у него вот это становится уже целью. То есть ему насрать на средства, он делает всё, что угодно, лишь бы побольше денег заработать. Я тоже хочу очень много денег, ребята, поэтому покупайте моё приложение Marauder 120 Гигабайт, чтобы смотреть мои стримы. Я его выпустил, б***ь, на Sony Ericsson. Качайте только там, скоро мои стримы будут доступны, потому что на YouTube всё равно никто не смотрит. Поэтому настоящие люди будут платить подписка 89 тысяч рублей в год. Сэкономьте, потому что по месяцам, если будете платить, то это 10 тысяч рублей в месяц. Спасибо большое всем за, б***ь, подписку. У меня тут нет, на самом деле, никакого наушника, поэтому я не знаю, зачем я прикладываю руку. Но это и не важно. Важно то, что эти вымученные, высосанные из пальца новости, наконец, закончились. Большое спасибо, что досмотрели этот великолепный ролик до конца. Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтактике, приходить на наш Дискорд-сервер, подписываться на наш Телеграм-канал и на Инстаграм Мародёра 120 Гигабайт. Тогда вы будете в курсе всех последних новостей, которые нахуй вам не нужны. Ну и на этом наш первый выпуск великолепных сратых новостей подходит к концу. Жмите лайк, пишите коммент, передавайте привет своей маме. До скорого!